Театральный мир Театральный мир Очень много хороших отзывов не только у тех зрителей, которые приходят смотреть спектакли в рамках фестиваля, но и у наших гостей, гостей нашего города. Ирина, вам как в Самаре? Ну, это мой родной город, я здесь прожила 30 лет. Конечно, я не знаю, лучше не бывает. Вы как домой сюда возвращаетесь? Ну, уже никак домой, потому что вторые 30 лет я прожила в городе Москва, и поэтому у меня дилемма 50 на 50. Есть какое-то чувство ностальгии у вас? Очень. Какие-то знакомые умочки? Очень большое, очень. Куда в первую очередь идете, когда приезжаете? Вот, допустим, в этот раз приехали с театром «Сфера» на фестиваль. Куда в первую очередь вот сами лично пошли? Ну, в свой родной театр «Самарт», где я проработала свои первые 15 лет. Там принимают, помнят, ждут, что вы приедете, как верный старый друг? Ну, это мало сказано. Мы все время со всеми, кто работал в то время, когда я, то есть 30 лет назад, мы как близкие родственники обнимаемся. И, в частности, с директором театра, который сейчас нас принимает с распростертыми объятиями. Сергей Филиппович Соколов, с которым мы работали, я была главным администратором в театре, а он заместителем директора. Вот. Ну, и очень много других, и актеры, которые сегодня будут смотреть наш спектакль, который идет в рамках фестиваля. — Прекрасно. Юрий Валерьевич, вы в какой раз уже в Самаре находитесь, и нравится ли вам приезжать? — Ну, я давно не был в этом городе. Наверное, лет 30. Так, приблизительно. — Немало. — Да. Ну, нравится город, он изменился, конечно. Очень появились новые дома, которых раньше не было. Ну, и осталось много старых узнаваемых мест, поэтому мне очень приятно приехать в этот свой родной город. Я здесь тоже родился. — Слушайте, вот мне так нравится вот эта история, что сегодня в гостях у нас люди, которые уже, ну, нельзя вас назвать самарцами, да, вот в прямом смысле этого слова, но с Самарой связывают очень многое, и как раз по актерской линии, так скажем, потому что сама не буду сейчас раскрывать все секреты. Юрий Валерьевич, я знаю, что вы в Самару привезли какие-то уникальные совершенно книги, записи, как это правильно назвать, как дневники, тетрадки. Расскажите, чье, про что, и чтобы нашему зрителю тоже было понятно. — Ну, отец был актер Самарского театра, вот, и он всю жизнь вел не дневники, он записывал каждый день, что в театре идет и что он играет. И вот он работал в этом театре с 1938 по 1953 год, и вот каждый день там записано. Такой-то спектакль, премьера, такой-то очередной спектакль, такой-то. Я играю Реваросу, такой-то. Я играю там Ленина. Он тут переиграл и Ленина, и Сталина, и Орджоникидзе, и Пушкина, и Лермонтова, и Белинского, и Наполеона. Как-то в одном спектакле он играл, один день играл Сталина, другой день Ленина. — Потрясающе. Ну, вот за 20 лет, получается, там много записей, да, этих сохранилось? — Ну, конечно, три четвертки я привелся, но там не только Самарский, там, и потом, когда мы переехали в Сталинград, там Сталинградские записи, и до Самары, в Свердловске он работал лет семь. Там есть одна уникальная вещь, в Свердловске. Они поехали в 1938 году на гастроли в Ленинград с Свердловским театром, и за два месяца гастроли сыграли 70 раз Анну Каренину. — Ничего себе! — Каждый день, утром и вечером. — Слушайте, ну это просто, действительно, потрясающе какое-то... — Я думаю, что от Вронского его уже воротило. — Скажите, пожалуйста, вот театральная семья, жить в театральной семье, родиться, и потом самому, по сути, создавать свою театральную семью, это, ну, отложило отпечаток, да, наверное, на ваше становление, на то, что вы стали режиссером? — Ну, то, что меня вот в этом здании, в Самарском драматическом театре, отравили театром с детства, и уже оправиться от этого не мог. — Я ведь закончил один архитектурный институт, год проработал инженером-архитектором, а потом все равно поехал в ГИТИС, поступил на курс Майоресной Кнебли, благополучно закончил и стал работать режиссером. — Замечательно. Сергей, такой вопрос, насколько вот таких людей и спектакли, которые эти люди привозят, насколько вот это, их жюрить, отсматривать эти спектакли и принимать решение? — Где я родился, потому что я не в Самаре родился, но я вам скажу, что у нас есть связь, мы все выпускники ГИТИСа. — Вы все втроем выпускники ГИТИСа. — Государственные студии театрального искусства имени Луначарского. — Слушайте, прям действительно тесное очень. — Представляете? — Потрясающе. А родились вы где? — В Перми. — В Перми вы родились? — Да. И я сюда приехал из Перми, где был председателем жюри прессы конкурса имени Екатерины Максимовой-Арабеск. Он шел 10 дней. И вот я только 24-го, 23-го апреля прилетел утром в Москву, а вечером сел на поезд и поехал в Самару. — Через 5 часов? — Да. — Потрясающе. То есть у вас такая бурная фестивальная жизнь? — Так случилось. Но я не жалею ее, потому что и встреча со спектаклем Курского театра, которая уже состоялась в постановке Юрия Валерьевича «Боро и горе от ума» была в высшей степени увлекательной, восхитительной, давшей очень много материала для размышлений, для анализа, для сопоставлений. Это, правда, было очень хорошо. А встреча с театром, которым руководит Ирина Тарасова, предстоит еще впереди. — Жюри. Жюрить их одно удовольствие. Но мы, помимо того, что мы жюри и обсуждаем увиденное за закрытыми дверями, ну, участники все, ну, такой некой лаборатории. Каждое утро в 10-11 утра мы собираемся и обсуждаем увиденное накануне с артистами, с режиссерами, с художниками, с представителями. — То есть это закрытые вещи, то есть зритель туда попасть не может, это сделано специально для... — Это просто разговор, который, думаю, что не очень интересен зрителю, потому что мы на своем птичьем воркуем. Знаете, с актером разговариваешь один язык, с режиссером другой. И это вопрос уже таких технологий и попытки вписать увиденный спектакль в контекст общей театральной картины, общетеатрального процесса, который происходит на наших глазах. Так что материала достаточно и ура-ура. — Для чего это делается, вот эти пост-обсуждения? Они какую-то, ну, несут нагрузку, я имею в виду, потом актеры и режиссеры берут эти замечания в разработку? Или это... Для какой цели это делается именно для театров и в итоге для зрителей? — Мне ответить сначала. — У кого есть ответить? — Ну, я могу сказать, для того, чтобы мы подумали. — Угу. — Вот и все. — И мы тоже. И мы тоже. Видите, вот тот институт гастролей, который существовал многие годы в Советском Союзе, он постепенно был упразднен. И сейчас этот фестиваль — это единственный формат, который дает возможность театрам из разных городов собраться, посмотреть друг на друга, обменяться какими-то впечатлениями, вот запустить новые механизмы творческие. Это чрезвычайно важно, поэтому вот «Волжские сезоны», как и «Волга театральная», на которую я приезжал в сентябре, по-моему, она была там похожей формы в ходу, это все жизнь настоящая для профессионального сообщества, но для зрителя праздника, потому что театр не праздником не бывает. — Вот смотрите, есть такая штука, когда разговариваю с актерами, которые приезжают, допустим, на фестиваль, или наши, которые едут куда-то на фестиваль, все очень всегда жалуются, говорят, ну вот всего лишь там два или там полтора дня мы там были, то есть люди не успевают, хотя есть большое желание посмотреть и на другие спектакли. Вот они жалуются на то, что мало времени не успевают. Вот у жюри, насколько, нет ли вот, ну, передозировки, что ли, искусством, бывает ли такое понятие, как передозировка искусством, или оно настолько вот бывает именно в рамках фестиваля разнообразным, что нет вот этого перенаполнения? — Нет, передозировки искусством не может быть, если это искусство. Если возникают псевдоискусства, рзац, то тогда это может утомить. Но для этого мы и существуем, чтобы поговорить и уйти от каких-то проблем, выйти на какой-то путь, который... Видите, вообще нету ни одного театра на свете белом от рождения и до наших дней, ни одного режиссера, ни одного актера, который бы хотел поставить плохой спектакль. Все хотят только хорошие. Это вот такая формула абсолютная, да? Другое дело, что на этом это желание не всегда совпадает с действительностью, и что вы что-то говорите. А что касается вопроса о том, что многие актеры не могут посмотреть коллег, вот это да, это беда, потому что, ну, тут и финансовые, и материальные условия не всегда устроителям фестиваля дают, предоставляют такую возможность, чтобы оставить людей на весь срок. Но, как правило, руководители театров, это или административный корпус, или творческий, тем более, они остаются и смотрят все, а потом рассказывают, а кто-то даже записывает на диктофон. Вот кто-то записывает на диктофон наши обсуждения для того, чтобы потом приехать, вернуться и дать это прослушать, обсудить это со своими режиссерами, постановщиками, хореографами. Для пользы дела. Для пользы дела. Дирижерами, да. Друзья, у нас есть небольшой сюжет с открытия фестиваля «Волжские театральные сезоны». Давайте его посмотрим, вспомним, как это было, и вернемся к обсуждению. Тройка, семерка, туз и дама. Сюжет пушкинской «Пиковой дамы» на этот раз воплощен в танцы. Главные идеи повести отражены обобщенно, как конфликт добра и зла, любви и страсти. Балет «Дамы пик» открывает третий всероссийский фестиваль «Волжские театральные сезоны». Фестиваль всеобъемлющий. Фестиваль охватывает все жанры театрального искусства, что редкость для региональных фестивалей. В этом плане наш фестиваль уникален. У нас и оперное искусство, и балет, и драматический театр, и театр кукол. Ну, своего рода такая мини-золотая маска. География фестиваля очень обширна. Она охватывает спектакли театров регионов от Новосибирска до Питера. Гостями в фестивале будут более 600 человек. Помимо праздника для самарской публики, это еще и конкурс для артистов. Каждый день спектакли будут обсуждать ведущие театральные критики страны. Фестивальный драйв, как говорят артисты, уже охватил всех его участников. Драматический театр выставил спектакль «Варвары», где я играю Цыганова. Вот тут, я могу вам сказать, у меня уже настоящий драйв. Потому что я действительно стал тоже волноваться, несмотря на то, что спектакль идет уже два года, как бы он проверен. Нет ничего подобного. На фестивальной неделе дадут 16 спектаклей. Шесть из них представят театры Самарской области, десять – театры других регионов. Лауреаты получат статуэтку и дипломы. Насколько волнительно понимать для театров, для актеров, что ты выходишь на сцену, твои артисты выходят на сцену, и их будут оценивать с такой точки зрения, что потом дадут статуэтку или не дадут статуэтку. Важно это? Или для творческих людей это уже в последнюю очередь? Ирина, Валерия. Конечно, очень важно. Конечно, хочется получить эту статуэтку, но я знаю, что очень много номинаций, и, безусловно, все хотят первый приз. Но есть и номинация за главную мужскую роль, за женскую, режиссуру. И любой из этих номинаций, если мы выйдем, мы будем счастливы, потому что жюри этого фестиваля, мне неудобно говорить, вы здесь пока только один, что это самый высокий уровень сегодняшней критики московской. Вот. Поэтому, конечно, сегодня вечером мы играем, театр «Сфера» играет на сцене моего родного театра «Самарт». Мы играем обыкновенную историю Гончарова, инсценировка «Розова». Этот спектакль, эта инсценировка была поставлена впервые, и он ее делал для театра «Современник», когда играл «Гафт», когда играли «Великие», «Табаков». «Табаков», да. И теперь она у нас. Он не все мы ее дает. После «Современника» вот мы. Это большая честь. Конечно, конечно. Это он делает исключение для нас, еще и потому, что основатель театра нашего, Еландская Екатерина Ильинична, 35 лет назад создала его как первую театр-студию в Москве. Вот, она близко была знакома и сейчас, и сейчас возглавляет наш театр творческую линию, наш творческий лидер. Я директор театра, а главный режиссер, народный артист России, Александр Викторович Коршунов, которого все прекрасно знают по фильмам, и он до сих пор еще и артист, и режиссер малого театра, хотя мы мечтаем, чтобы он был только наш. Да, но это, наверное, несправедливо по отношению к той публике, которая привыкла его видеть в малом театре. И поэтому вот этой династии он сделал исключение. А завтра в 11 утра мы уже не столько, может быть, о сегодняшнем не думаем. Сергей потирает руки. Сколько, да, и о завтрашнем, что скажет. Но я думаю, что сегодня будет вся комиссия, все жюри у нас, и они, я думаю, должны прислушаться к тем, я надеюсь, шквалу аплодисментов, которые мы надеемся получить. Юрий Валерьевич, что вы на этот вопрос скажете? Статуэточку хочется? Ну, когда говорят, что не хочется, не верить. Это не про крыш, хочется. Ну, естественно. Но если не дадут, ничего смертельного не будет. Но ведь все равно на фестивале театры всегда везут какие-то особенные спектакли, которые, ну, вот именно фестивальные какой-то, да, имеют атмосферу какую-то фестивальную или характер фестивальный. Ведь не каждый спектакль можно привести на фестиваль. Вот в вашем театре таких спектаклей много, вот в фестивальных. Ну, я не знаю, что значит фестивальные спектакли. Здесь было бы условлено, что спектакль должен быть не особенно старый, И что хорошо, чтобы это была русская классика. Вот, видите, было уже задано. Горе от ума соответствует и тому, и другому. Поэтому он приехал сюда. Вообще в ваших городах, в городе Курск, в Москве, ну, понятно, в Москве такое изобилие, да, очень большое, и театров, и всего, но, тем не менее, есть ли какие-то вот такие направления, на которые в большей степени идет зритель? Соскучился он по русской классике, например, ваш зритель, и зритель Курска? Ну, в общем, лучше на горе от ума билетов нет до сих пор. А сколько спектаклю? Недолго. Мы начали сезон с него. То есть, ну, сколько, ну, в сентябре мы его сыграли. И аншлаги, каждый спектакль. В театре сфера как с этим диалогом стоит? Нашему спектаклю год, год с небольшим, и прошлый театральный сезон, вот сейчас 15-16 год сезона, а это 14-15 год, этот спектакль был выставлен на конкурс, так называемый, журнал и театрал, приз зрительских симпатий. Мы сначала, и мы вошли в шорт-лист вместе с МХТ Чехова, мы и кто-то из современных скандальных серебряников или богомолов, ну, ну, все, МХТ или кто-то из них, и вручались призы в театре Вахтангова, там были приглашены центральные исполнители, наш народный артист, вот сегодня он будет блистать, Дмитрий Ячевский, Александр Викторович Куршунов и наша молодежь замечательная, которая тоже сегодня уже сейчас репетирует, да, вот, уже давно репетирует, вот, с утра, вот. И, ну, мы ждали, что, наверное, нас отметят, и вдруг когда сказали, что мы заняли первое место по итогам прошлого сезона, и мы получили приз зрительских симпатий с этим спектаклем, который сегодня мы вечером будем показывать. Но это было, я не знаю, что это, это было счастье бесконечное, оно до сих пор длится. Поэтому мы и привезли этот спектакль сюда. И он тоже соответствует всему, русская классика и прошлогодний. Не могу не спросить, как все-таки телеведущая из города Самара, не могу не отметить момент, что вот Волжский театральный сезон, фестиваль большой, всероссийский, да, но принимает его именно Самара. Долгое время назад уже, ну, давно, так скажем, давно, но долго, Самара все-таки считалась одной из столиц театрального искусства, и всегда было хорошо, если твоя школа была в Самаре, да, если ты актер или ты работал в самарских театрах. Что сейчас? Вот актеры, театры, режиссеры, критики из других городов, вот когда предлагают в Самару именно приехать, какое к этому отношение? То есть еще помним о том, что Самара некогда была одной из столиц? Или сейчас мы как-то возрождаем это? Нет, не забывали мы, мы не забывали, что Самара одна из театральных столиц России. И свидетельств масса в течение нынешнего фестиваля, потому что здесь замечательный зритель, который заполняет эти разные театры, иногда в день фестиваля по три спектакля на разных сценах идут. Вот у нас жюри делится, кто-то идет в оперу, кто-то идет в балет, кто-то идет в куклу, кто-то идет в драму, то мы собираемся поздно вечером и спрашиваем, как у вас полный зал, а у вас полный зал. А у нас тоже встали и стоя устроили овацию, и другого мы не видели. Это прекрасно. У нас действительно на фестивалях на потолке люди сидят, и каждый приставной стульчик в навес золота. Вот хочется еще какой момент отметить. Театральный фестиваль, получается, что, ну вот, допустим, Волготеатральная, там внедрили вот еще как отдельную номинацию кукольную номинацию, да, вот с прошлого сентября. Здесь мы еще видим и балет, и оперу, да, то есть он прям вот широкомасштабный до нельзя. Насколько это правильно, на ваш взгляд, как критика, Сергей, к вам обращаюсь, потому что все-таки драматический театр – это одна ниша какая-то, да, опера с балетом – это какая-то все-таки другая ниша. И зритель-то у каждого, да, из этих направлений все-таки какой-то особенный свой. Можно ли это объединять в единый фестиваль? Не только можно, но и нужно, я полагаю. Более того, это отличительная черта как раз волжских сезонов. Тут этот фестиваль часто называют многожанровым, но это ошибка, потому что жанры у нас комедия, трагедия, трагикомедия и так далее. Это виды искусства, он многовидовый. Но природа театра одна. Способ художественного выражения разный. Балетик танцует, в опере поют, кукол водят. В драме это сам себе исполнитель, что называется. Природа одна. Это действие, это конфликт, это драматургия, которая может выражаться разным языком, но так или иначе подчиняется общим законам театра. И, по-моему, вот в этой отличительной особенности волжских сезонов уникальность всего самарского предприятия. Тот, кто придумал, браво. У нас очень приятные комплименты, мне кажется, что... Я убежден в этом, это не излезьте, потому что действительно публика может курсировать, меняться. И я даже вижу, вот с открытия были люди на «Даме пик», потом они были замечены на «Ревизоре» новосибирском, на «Горе от ума», в «Куклах». Я понимаю, что это театралы, это любители театра, но, тем не менее, вот этот общий котел чрезвычайно ценен. А есть какое-то понятие вот уровня фестиваля? То есть вот сейчас буквально недавно прошла «Золотая маска», да, самый такой вот, считается, самый высший уровень, да, вот такого фестиваля театрального искусства. Вот «Волжский театральный сезон» вы бы на какую полку положили, на какой бы уровень поставили, если вот говорить об именно уровнях и престижности фестиваля? Есть какие-то мысли по этому поводу? Ну, это вот, наверное, только Сергей. Ну, видите, он молодой фестиваль, несмотря на то, что он проходит в третий раз, насколько я знаю, между первым и вторым перерыв составил семь лет. А сейчас вот уже есть надежда, что каждые два года он будет проходить. Я был членом жюри второго фестиваля, получил приглашение вот приехать и на третий, и я вижу, что авторитет его растет, безусловно. Даже в интернет так заглянуть, огромное количество отзывов, каких-то фотографий, такое ощущение, что папарацци кругом, потому что это все не только ВКонтакте, Фейсбук, но и в какие-то выкладываются разнообразные ячейки сети. Это свидетельство, конечно, свидетельство. Что касается соотношения такого репутационного с другими фестивалями, но они не должны быть все одинаковыми. Ну, «Золотая маска» — «Золотая маска» со своим регламентом. Много фестивалей бывает? Или если они разнонаправленные, то пусть их будет как можно больше? Фестивалей много не бывает, как и не бывает. Много театра. Александр Валентинович Вампилов, замечательный драматург, сказал, что театр никогда не умрет, потому что люди никогда не перестанут валять дурака. Ой, как интересно. Вот так. Валять дурака, наверное, и актеры не перестанут, и зрители, да? Конечно. Это же в природе человеческой. Спасибо Вам огромное, что пришли. Хочется пожелать и статуэток, и побед в различных номинациях. Сергей, уже каких-то присмотрели любимчиков? Я да. Я думаю, что скоро мы узнаем, да? Я уже решил судьбу для себя гран-при, это ничего не значит. А у Вас же коллегиально Вы решаете? Конечно. Спасибо Вам еще раз огромное. Я Вам желаю больших успехов. Вам быть честным, непредвзятым. Абсолютно. В вопросах суждения этих прекрасных спектаклей. Со зрителями прощаюсь. До следующей пятницы. Проведите выходные с пользой, с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова